Рад приветствовать всех вас на канале Демоника. Согласитесь, знакомая многим ситуация. Вам надо что-то срочно поискать в темном месте. Вы хватаете фонарик, начинаете щелкать кнопочками, а фонарики у вас не светятся. Почему не светятся? Ну, срочно открываем их отсеки, развинчиваем эти фонари и начинаем проверять батарейки, если они там есть. А если их там нет, то что же тогда делать? Надо срочно хватать денежки, бежать в магазинчик и покупать батареечки. Тратить денежки, покупать батареечки, а потом эти батареечки, севшие выкидывать, это плохо. Тем самым мы загрязняем окружающую среду и наносим ущерб своему собственному кошельку. Я вас сегодня научу, как обойтись без лишних трат и при этом сделать себе для вот таких вот карманных фонарей, да даже не только для карманных фонарей, вечную батарейку. И денежки, и батарейки нам для этого не понадобятся. Нам понадобится смекалка и сообразительность. Прогуливаясь по паркам и скверам моего любимого города, я не ленюсь, чтобы наклониться и не подобрать вот такие вот, с виду, конечно, красивые и симпатичные устройства, которых у меня накопилось уже значительное количество, которых у меня много и которые я убираю с тротуаров, с улиц, привожу из лесов, приношу с берегов. В общем, очень много вот такого барахла. Но как же оно нам поможет не тратить деньги и избавиться от батареек? Одно из таких устройств я нашел в разобранном виде. Полюбуйтесь, что здесь есть. Во-первых, здесь есть зарядка, причем она очень быстрая и очень мощная. Тип разъема C. Откуда я это узнал? А я умею читать надписи на вейпах. Да, так называются эти устройства. И тут так и написано. Зарядка USB тип C. Причем зарядка быстрая. Но, как правило, такими разъемами снабжаются даже паяльники. Давайте проверим. Вот у меня есть разъем тип C и я включу его к этому разъемчику. Получится или нет? Смотрите, получилось. Хорошо. То есть, у меня есть зарядное устройство с контроллерами, которое позволяет заряжать вот такой вот литий-ионный аккумулятор, у которого есть вполне порядочная емкость. Она указана на корпусе. И в каждом из этих устройств такой аккумулятор имеется. Вскрыв крышечку вот такого устройства, я могу легко прочитать, на какое напряжение рассчитан такой аккумулятор. Тут написано 3,7 В. И, конечно же, его емкость. Насколько я знаю, 3 батареечки вот для этой кассеты, они примерно такое напряжение и дают. Хотя только примерно. Все-таки 3 батарейки это 4,5 В, а здесь 3,7 В. Но я знаю, что литий-ионные аккумуляторы заряжаются до гораздо больших значений. Примерно 4,2 В. Мало того, 3,7 В это вполне достаточно, чтобы светились яркие белые светодиоды. И мы это сегодня проверим, и я это вам покажу. А поначалу покажу, как разбирать вот такие устройства и добираться до нужных нам деталей и запчастей. Обратите внимание, что снять корпус не так уж сложно. Вот он раскрывается. Это предусмотрено, чтобы менять в этих корпусах вот ту самую гадость, которую вдыхают курящие люди. А здесь есть разъем, и им легко воспользоваться. Итак, у нас есть целый набор аккумуляторов, которым уже есть специальные защитные платы и зарядное устройство. Для того, чтобы заряжать вот такие гаджеты, конечно же, подходит обыкновенная телефонная зарядка с USB разъемом. А есть у меня еще и вот такой вот здоровенный вейп, который тоже можно разобрать. Вынуть из него всякое нутро и добраться до тех самых аккумуляторов и плат, которые там имеются. Вот аккумулятор, вот защитная плата, а вот тот самый разъем С, с помощью которого этот аккумулятор можно заряжать. Осталось подумать, а размерчик этого аккумулятора для фонарика подойдет? У меня есть синий фонарик, который очень хорошо подходит под свету к вот этому аккумулятору. Оказывается, прекрасно, аккумулятор входит в синий фонарик, и можно даже вот эту крышечку как-нибудь адаптировать для вот этого фонаря. А можно и не адаптировать. Можно, в принципе, взять из вейпа аккумулятор и, соблюдая полярность, а плюс должен идти именно сюда, вот в этом направлении, засунуть этот аккумулятор, уже заряженный с помощью зарядного устройства, в этот фонарик. Все, остается закрыть корпус и посмотреть, будет фонарик работать или нет. Закрутим крышечку, нажмем кнопочку, и фонарик работает. С учетом того, что все эти гаджеты достались мне в момент, когда я убирал мусор с городских улиц и тротуаров, они мне достались бесплатно, вместе с зарядными устройствами, и тем самым я и природу уберег, да и дальнейшее использование этого фонарика стало гораздо более удобным. Мне не надо бегать в магазин, покупать батарейки, тратить свои деньги. Ну а теперь давайте используем вот этот вот более современный полицейский фонарь, с большой мощностью свечения, и переделаем его точно так же на аккумуляторы от вейпа. Уберем из фонаря эту кассету, и вместо нее вставим вот такой вот литий-ионный аккумулятор, конечно, предварительно его зарядив. Еще раз говорю, можно позаботиться о том, чтобы вот эту вот крышечку подогнать по размеру к этому корпусу. Можно с помощью клея, можно с помощью герметика. Я думаю, у вас получится. Лично я не стал заморачиваться, я просто сунул туда заряженный аккумулятор, зная о том, что он никогда не протечет, даже если разрядится. Аккумулятор прекрасно подходит к такому фонарю. Фонарь очень яркий, очень хороший, и батареек теперь он не жрет. Когда мне потребуется зарядить аккумулятор, я, конечно же, развенчу крышечку и сделаю подзарядку для аккумулятора. С помощью тех же самых устройств, которые находились во всех этих вейпах. Каждая эта плата может очень быстро заряжать аккумуляторы, потому что, насколько я знаю, вот такой типа разъем предназначен для быстрой зарядки и больших токов. А так как здесь есть контроллеры защиты, то я вовсе не боюсь того, что с помощью зарядника от телефона я смогу перезарядить или как-нибудь перегреть или взорвать вот подобный литий-ионный аккумулятор. Ну вот и все. С помощью вот этого мусора я избавился от проблемы с покупкой батареек. И мои фонарики теперь стали практически с вечными батарейками. Ну, все это, конечно, относительно. Ничто вечное быть не может. Даже металл, из которого сделан этот фонарь, может утратить свои свойства через тысячу лет. Но, насколько я знаю, китайцы выпускают фонари без батареек и называют их именно вечными фонарями Фарадея. И в них тоже содержится нечто вроде аккумулятора. Ионистор называется. Можно попробовать их переделать на вот такие литий-ионные аккумуляторы, которые даром валяются у вас под ногами. Ну, на этом все. Пока. Жду ваших комментариев и, конечно же, замечаний.